Новая болевая точка Славгород Не замерзнут ли его жители этой зимой в своих квартирах? Тонут в фекалиях в центре города Почему жителям многострадальной трехэтажки никто не поможет? 50 или 100 рублей за сутки с человека Туристический налог планируют ввести и в Барнауле Но вначале число больных пневмонии растет в Бийске Так, за прошедшую неделю более чем в половину увеличилось число пациентов, обратившихся за помощью Сейчас в Наукограде зарегистрировано 42 случая пневмонии, 28 коронавируса Сообщают в городскую больницу номер 2 Алтайский край вошел в число 16 регионов страны, где диагностируют всплеск внебольничной пневмонии Таковы данные Федерального Роспотребнадзора Речь идет о микоплазменной пневмонии, которая отличается смазанной картиной болезней Инкубационный период этого вируса может длиться от нескольких дней до целого месяца Частыми его жертвами становятся дети, воспитанники детских садов и ученики школ Но в острый период бывают и взрослые больные При этом, подчеркивают врачи, возбудитель заболевания не всегда доводит организм до пневмонии Это может вылиться в танзелит, фаренгит, бронхит Воспаление легких диагностируют в среднем у десятой части заболевших На фоне роста больных в пневмонии число заболевших ОРВИ, наоборот, снижается Ни одна котельная края не была отключена на старте отопительного сезона Такую статистику власти приводят второй год подряд Центральное отопление запустили на территории всего региона Но лишь 27 муниципальных образований края получили к этому дню паспорта готовности Какие города и районы вызывают наибольшие опасения, выясняли мои коллеги Новый проблемный по подготовке к зиме город появился на северо-западе края В Славгороде уже была первая авария на 38-й котельной из-за перепада напряжения Сейчас там завершают ремонт второго котла из двух Оба зайдут в зиму, но опасения у властей не исчезают Они у нас в работе в пиковые температуры низкие Это декабрь и январь То есть, соответственно, как резерв у этой котельной нет дополнительного котла Уже который год Славгород не в состоянии самостоятельно подготовиться к зиме В этом сезоне регион выделил ему 173 миллиона рублей Часть этой суммы пошла на покупку угля Эта статья расходов у города – самая значимая в общей задолженности края за топливо Задолженность за уголь у нас выросла почти на 20% или на 116 миллионов рублей Основной вклад в рост задолженности внес в муниципальный округ города Славгород Из 116 миллионов роста 113 миллионов рублей приходится именно на данное муниципальное образование В целом запас угля на котельных Алтайского края 587 тысяч тонн Пример мотиве в 102 тысячи Запущенный несколько лет назад механизм формирования в районах резервного запаса топлива Работает сам, признают власти Но без точечного внимания не обойтись В Яровом продолжают техническое перевооружение ТЭЦ Скоро там запустят новый восьмой котел Этот котел будет основным, то есть он будет ТЭЦ Уже в этом сезоне он подхватит работу Да, 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 да И в планах предприятия котлы агрегата 9 и 10 уже выводить в ремонты не так, как они ранее делали с июня или с мая Когда завершался отопительный сезон А это можно будет делать уже в течение зимы То есть можно будет в феврале, в январе начинать ремонт, капитальный ремонт 9-го котла агрегата К 15 ноября все районы должны иметь паспорта готовности Сейчас их получили 27 муниципальных образований Сел готовых к зиме больше И это еще один аспект проблемы, считает губернатор Просматривается, что главы муниципальных районов Хотят как бы спрятаться за глав сельсоветов И сказать, что, дескать, это не мой вопрос, это вот чей-то вопрос Такого не будет Я задачу ставлю, что единый подход должен быть Практически все районы получают на один район один паспорт Это нормально А в СГК оптимистично трактуют рост числа повреждений Во время летнего ремонтного сезона в Бурнауле и Рубцовске Это происходило в том числе из-за испытаний с повышенным давлением Мы надеемся, что вот эти испытания, которые привели к тому, что мы увеличили Увеличились количество повреждений при испытаниях Приведет к тому, что, в общем-то, в ОЗП количество повреждений должно снизиться То, что мы наблюдаем в Биске, снижение Это объясняется тем, что у нас была высокая база Когда мы забрали по консессии сети В общем-то, мы вернулись к показателю 2021 года В этом году в отрасль инвестировали больше 2 миллиардов рублей Что более чем в два раза больше по сравнению с 2018 годом, сообщили в правительстве А в рамках инфраструктурного меню в сферу ЖКХ привлекли больше 3 миллиардов рублей Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, День с толком С сегодняшнего дня вновь меняется схема движения На строящейся в Бурнауле развязки на Зминогорском тракте Такую схему сегодня разместила пресс-служба администрации города По шоссе Ленточный Бор автомобилисты будут двигаться в прямом направлении До вновь возведенного кольца А далее возможно движение направо на шоссе Южный тракт Или налево на Зминогорский тракт через Временное кольцо Ехать из поселка Южного в сторону центра Бурнаула Автомобилистам предлагают по прямой через светофорный объект С последующим проездом под металлическим путепроводом И поворотом на вновь возведенное кольцо При повороте с Южного тракта на Ленточный Бор Поворот не изменится, водители смогут ехать, ориентируясь на светофор Движение по Зминогорскому тракту будет осуществляться до Временного кольца И далее по выбранному водителями любому из трех направлений Напомним, строительство многоуровневой транспортной развязки На Зминогорском тракте идет за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита Стоимость работ составляет около 3 миллиардов рублей Строительство развязки планируют завершить до конца этого года Алтайский край попал в список регионов, где возможен срыв сроков Появления постоянных мусорных полигонов вместо свалок Об этом стало известно в заседании Комитета Госдумы по экологии Всего таких регионов 14 в каждом концу 2025 года должны появиться новые полигоны Согласно закону об отходах производства и потребления возникшей до 2019 года свалки Необходимо закрыть и рекультивировать до начала 2026 При этом некоторые регионы до сих пор не определили источники финансирования рекультивации свалок При том, что согласно национальной цели к 2030 году в стране необходимо ликвидировать более 50 свалок Это прописано в указе президента Представители Комитета по экологии Госдумы общались с представителями регионов по видеосвязи Кто-то сетовал на плохую связь или вовсе брал самоотвод А представитель Алтайского края по видеосвязи не смог ответить на вопрос о сроках появления полигонов По итогу на заседании Комитета по экологии принято решение просить депутатов о переносе сроков строительства полигонов К слову, было отмечено, если постоянные полигоны не появятся своевременно, то здоровью россиян, которые живут рядом со свалками, может быть нанесен серьезный вред Жители многоэтажки в центре города тонут в фекалиях и годами не могут добиться от ответственных лиц ни капитального, ни текущего ремонта Управляющая компания, по словам жителей, давно сложила себе полномочия по содержанию дома А рекоператор все медлит и не спешит восстанавливать многострадальную трехэтажку, которая изношена более чем на 50% В коммунальной проблеме разбиралась Валентина Аскерова Продолжает топить канализационными водами, в подвал зайти уже вообще невозможно Фекалии текут ручьем, подвал жилого дома в центре города топит продуктами жизнедеятельности уже два месяца Ароматы поднимаются выше в квартиры, жильцы задыхаются Управляющая компания прочистили, говорят, это не от нас зависит, центральная Центральную прочищают, говорят, это не мы А мы страдаем, невозможно просто вообще стоять здесь, вот запах фекалий просто, вот это все вверх поднимается Дышать нечем уже, даже в квартирах, вот у меня квартира на первом этаже, это все, мне уже кажется, что даже дома пахнет Влажность, вот эта сырость, все это, запахи, это просто невозможно, куда на улицу нам ходить, туалет Потоп в подвале не единственная проблема Трехэтажка 1948 года постройки ни разу не видела капитального ремонта Да и о текущем давно забыла Управляющая компания наследие поставила крест на доме, возмущаются жильцы и добавляют, что обслуживающая компания не то, что не помогает, а делает только хуже Здесь цоколь у нас собственник, на свои средства отремонтировал, здесь было более-менее, ну как бы еще оставался цоколь, замазан был Управляющая компания прислали, ну типа работников с молоточком, они нам в зиму отбили вот эту поверхность, остались голые кирпичи, дальше все на этом Цоколь разрушается, в подъезде царит хаус, подвал утопает в продуктах жизнедеятельности Когда управляющая компания повернется к жителям лицом и будет содержать дом должным образом, вопросы, на которые УК отвечать не хочет Поведали жильцы об отсутствии капитального ремонта на доме Хотя по суду региональный оператор обязан восстановить ветхую крышу, фасад, коммуникации, электрику На счету организации даже есть деньги на эти цели, около 4 миллионов рублей Региональный оператор должен в течение года нас отремонтировать В декабре, вот 13 декабря уже будет ровно год, а ремонта до сих пор нет У нас взыскателем по данной категории дел являются те, кто подавал в суд, то есть это ИСЦИ Скорее всего это либо все там условно 17 или там сколько собственников или несколько из них Вот, ну в общем-то обычно там инициативная группа определяется Какой-то самый инициативный человек, который вот соответственно во все инстанции обращается и требует исполнения надлежащего То есть на нашей стороне и служба судебных приставов, на нашей стороне в этой ситуации и прокуратура района Если не реагирует, значит город в дальнейшем и так далее, края Коммунальные эксперты советуют жителям усилить напор, обратиться в надзорные органы А что касается состояния подвала, то нужно срочно обращаться в Роспотребнадзор Канализационная река там абсолютно недопустимо Валентина Аскерова, Алексей Фризин, День с толком Одна из пострадавших в аварии со школьным автобусом в Кулундинском районе умерла от полученных травм с Лавгородской ЦРБ Вторая пострадавшая находится на лечении, однако ее состояние Краевой Минздрав не уточняет Напомним, ранним утром 21 октября на трассе Кулунда-Орловка произошло ДТП между школьным автобусом и зерноуборочным комбайном Газель Бизнес везла учителей в соседнее село, детей в машине не было От столкновения 72-летний водитель скончался на месте В настоящий момент прокуратура проводит проверку и выясняет причины и обстоятельства произошедшего Контрабандные деньги, запрещенные вещества, взрывчатка Сотрудники этой службы ежедневно сталкиваются с попыткой перевоза этих предметов через границу России Однако граница на замке 25 октября таможенники отмечают свой профессиональный праздник О самых интересных моментах профессии и о том, как она развивается, смотрите далее У испытуемого Константина Ганова правоохранительные органы обнаружили запрещенные вещества Конечно, не настоящие Все это в рамках шоу таможенной службы, сотрудники которой 25 октября отметят свой профессиональный праздник Однако для собаки разницы нет, ее нос всегда на готове Притом учуять он может что угодно Главное – натренировать Служебных псов, помимо взрывчатки и наркотиков, учат искать деньги Ну я достану вам Это деньги Это большие деньги У 255 грамм 50-тысячных путев Обучают их по принципу, правильно выполнил задание кинолога, получаешь вкусное угощение или игрушку Однако хвалить можно словами, а по новой методике даже щелчками Вы видели, когда собака находила в Нессе, находила вещество, был такой щелчок Это кликер называется То есть за правильное действие собака для быстроты кликает кликером То есть щелчок, собака понимает, что действие правильное Это не слово «хорошо», да, я же долго это произношу, за это время у собаки уже может произойти какие-то процессы И она уже что-то другое сделает Новые методики таможенников касаются не только тренировки собак, но и самих процессов проверки людей и транспортных средств Добавляются и вводятся в использование технические средства таможенного контроля Которые позволяют существенно сокращать время проведения таможенных операций В пунктах пропуска, где наши должностные лица несут службу Либо на складах временного хранения А на складах, кстати, много чего Часть конфискованного имущества идет на поддержку нашим бойцам на СВО Это, кстати, крупно, что неравнодушно И такое отношение, которое мы по всему огромному уважаем Помогли организовать праздник для таможенников и активисты Все эти баннеры с героями СВО – детище неравнодушных художников Которые своими комиксами рассказывают в том числе и о наших земляках Считаю, что данная стилистика – это очень яркий и удобный способ диалога с подрастающим поколением И мы стараемся доподлинно рассказать историю Если у нас есть возможность связаться с родственниками или с самим героем То мы из первых уст узнаем о фактах, о событиях, о деталях Сейчас у сообщества художников возникла идея посвятить таможенникам несколько визуальных новелл Но это, возможно, будет потом А сейчас любой сотрудник сможет посмотреть комикс про героев СВО в местной библиотеке Данил Кузнецов, Алексей Фризин, День с толком Туристический налог планируют ввести в Барнауле Депутаты городской думы намерены рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании 8 ноября Если они проголосуют за, скорее всего, так и будет То с января 2025 года каждый гость краевой столицы, который будет проживать в гостиницах, отелях, хостелах и других местах размещения Будет платить 1% от стоимости проживания как туристический налог К 2029 году этот процент вырастет до 5, но не больше Напомним, что с 2025 года привычный нам курортный сбор трансформируется в туристический Вести его может абсолютно любая территория, даже небольшое село по решению местных депутатов Налог будет поступать в бюджет муниципалитета и расходоваться по усмотрению местных властей То есть не обязательно на развитие туризма У наших муниципалитетов мы знаем, насколько напряженные бюджеты У них всегда есть перечень задач, архиважных и первоочередных И развитие туристической инфраструктуры точно будет не на первых строчках Значит, можно предположить, что мы эти деньги потратим по иным направлениям Турист просто заплатил дополнительную плату за проживание Муниципалитет просто получил дополнительные деньги в свой бюджет Хорошо это или плохо для муниципалитета? Ну, наверное, хорошо, лишние деньги в бюджет Хорошо это или плохо для туриста? Ну, для него это дополнительная нагрузка Сто рублей в сутки – это существенная нагрузка или несущественная? Ну, наверное, несущественная По сегодняшним меркам, да? Будет ли предприниматель, который соберет этот налог, удовлетворен вот этой работой? Не знаю Будет ли турист удовлетворен этой работой? Не знаю Бюджет должен пополниться Добавим, что первая территория Алтайского края, которая уже проголосовала за введение турсбора Рубцовск В Бийске вопрос пока на рассмотрении Третий проявила интерес к нововведению Краевая столица 90% работ выполнено на мемориале славы в Барнауле Реконструкция этого комплекса ведется к 80-летию победы в Великой Отечественной войне И 50-летию с момента открытия мемориала На днях ход работ проверил глава Барнаула Такие масштабные работы на мемориале не проводились с 2009 года Тогда реконструировали скульптурную композицию, стелу и площадку основания Также монумент с фамилиями Из бюджета края было выделено 7 миллионов рублей В этом году сумма значительно больше, но и времена изменились 45 миллионов рублей потратят на замену плиточного покрытия, бордюрный камень, обновление пандусов, гранитные лестничные марши Планируют также провести ремонт стилобата, объединяющий скульптурную группу прощания, саму стелу А также очистить фамилии, расположенные в нишах с горелками вечного огня Как отметил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков Свою работу уже провели специалисты горсвета Смонтирован силовой щит, устройство заземления Установлен розеточный пост для подключения переносного мультимедийного оборудования Для подключения акустической системы на территории мемориала славы смонтирована слаботочная сеть Продолжаются работы по прокладке кабельных линий и установке торшерных опор наружного освещения Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе выездного совещания дал поручение проработать вопрос о привлечении к работам на мемориале волонтеров Это место – важный памятный объект для барнаульцев И особенно важным он становится в преддверии празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, отметил Вячеслав Франк Большая часть работ по благоустройству мемориала уже выполнена Территория заметно преобразилась Все оставшиеся работы должны быть сделаны качественно и в установленные сроки Мемориал славы к 80-летию Победы должен быть полностью приведен в порядок Татьяна Голубева, День с толком 122 миллиона рублей может получить футбольный клуб «Динамо» на приобретение сильных игроков и на новое поле Информация появилась после встречи министра спорта Алтайского края Ивана Нифонтова с руководством футбольного клуба Результаты команды на сегодняшний день неутешительны в низшем дивизионе второй лиги нашей сейчас на 10 месте Чтобы вернуть болельщиков на стадион, руководство клуба и министр спорта предложили увеличить бюджет до 122 миллионов А также постелить наконец на «Динамо» новый искусственный газон Пока у руководства клуба есть идея пригласить пять иногородних футболистов, ведь нынешним составом ситуацию изменить не получится Но чтобы этого добиться, игроков надо заинтересовать достойной зарплатой и новыми условиями в клубе 50 миллионов требуется и на новый газон Министр спорта Иван Нифонтов заявил, что ведомство готово исполнить все желания «Динамо», но при этом требует хороших результатов от команды А именно третьего места по итогам этого сезона На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк» Я напомню, телефон редакции 205-545. Обязательно звоните Далее о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok